А не боится, вот видите, Дарксира, почему бы не взять Оракла, потому что Оракл контрит этого Дарксира, да, на стадии лейдинга, да и в принципе сам все хороший персонаж. Почему бы не взять, я не боюсь, я не боюсь, я знаю, что мои ребята исполнят, у меня все там скилловые ребята в команде, поэтому я буду пикать так, как я думаю. Это вот такого же мнения Пупей, такое же мнение Ланэм как раз. Поэтому очень часто появляются какие-то нестандартные стратегии, стратегии, которые не входят в современную мету, героев, которые мы не привыкли видеть, героев, которые мы видели давно очень. И очень всегда круто смотреть за коллективом Вичи Гейминг и в частности за Ланэм, как он проводит именно стадию вот этого драфта, стадию планирования. Дес Профит, ну это отличный герой Подоракла, один из лучших, Сларк сейчас не то чтобы не в мете, ну наверное да, не в мете правильнее сказать, обычно со Сларком СДП наиболее эффективно этот персонаж смотрится, убить Дес Профит Подораклом невероятно сложная задача. Это в принципе какой-то формируется у нас жирный пик у Вичи Гейминг, смотришь просто этот Тинни, который очень быстро набирает массу, у него очень много ХП быстро появляется, плюс как раз ДП, тоже очень толстый персонаж, плюс это все Подораклом, Элдор Титан, хороший Дизейбл. И вот смотришь на этих персонажей и на персонажей команды SG, ну вот там вот я прям какой-то силы не вижу, все такие худенькие, весь Доктор худенький, Клокверк тоже не боец, да, потому что это четвертая позиция будет, ему там очень много надо всего, чтобы у него старт хорошо получился, самое главное. Дарксир, ну тоже вот на линии у него будут огромнейшие проблемы, как раз мы, ну за счет того, что Oracle будет, да, то, что мы уже обсудили. Диспеллит щитки, диспеллит сурж, если потребуется. Да, вот не вижу я какой-то силы, вот в драке 5 на 5, просто вот Вичи, если начнут там бегать по лайнам и разносить, или даже не так, если они постоят в хорошей защите на лайнах, и потом наберут как раз свои какие-то эти начальные артефакты, они потом в районе там десятой где-то минуты, они начнут просто сносить SG с карты, как раз за счет своего, за счет своих персонажей, за счет своих героев, за счет своего огромного количества хитпоинтов на них. Посмотрим, что конечно SG у нас возьмет на пятый пик, вот как раз мы забанили этого Арквардена, которого они брали в матче против Virtus.pro. Сами подбанили Морфа, хотя Морфом Вичи Гейминг играли только на Кэптэнс Драфте, когда у них была безвыходная ситуация, с другой стороны стоит отметить, что здесь не так много станов, а Морф в принципе боится станов в этой мете, и Папарацци на нем исполнил очень сильно, решили, что ну его, этого Морфа не убрали его. Папарацци в принципе исполняет любого лейт персонажа, вот он кстати появляется, скорее всего это Войт. Да, скорее всего ему достанется Войт. Он очень сильно, да. Не зря этот парень выигрывал турниры один на один, этот парень умеет исполнять, и он умеет, я знаю, что такой есть баланс у этого игрока, он круто агрессирует, он знает где убить всегда кого-то, и он очень мало умирает. Вот у него вот, это очень хорошее качество, хорошего керри. Да, Папарацци, ну в общем, давно мы уже после предыдущего дак, наверное, ждем от этого парня все лучше игры, действительно он ее показывает, он прогрессирует, хотя еще очень-очень молодой, и у него еще все впереди. Ну и ласт пик команды СГ, им нужно выбрать героя на мид против Дес Профит, это непростая задача, какая-то темпларка уже точно не заедет. СФ в бане, Тинкер в бане, прямо вообще не хотят дать возможности сплитпушить бразильцам ВИЧи. Да, конечно, хотелось бы увидеть от бразильцев что-то такое, но пока что вот по драфту прямо непонятно, как они вообще будут что-то делать, слишком сильный пик у... Мы забанили героев, за которыми не хотят бегать просто они, ну вот как раз тут два последних персонажа, ну просто вот не хочется за ним бегать, хочется пойти, да вот... Из Дес Профит сломать все. Да, массу просто набрать, и чтоб сами к тебе герои приходили, ну нет, вот посмотри вот на пиках СДжей, у них нет вот сплитпушеров каких-то жестких, ну да, и вот панда, ну... Она только сплитпушить может там хорошо быстро ломать товара там в своем ультимейте, образно. Ну, кто тебе тут сплитпушит будет? Джаггернаутс один? Ну, ладно, пусть сплитпушит, это тебе все равно, он не сможет так быстро, мобильно двигаться по лайнам, как Тинкер и как Аркварден, да, у которого там итемы быстро какие-то появились. Вот, все равно. Ну, это, насколько я понимаю, это получается у нас какой-то, даже не оффлейн брюмастер, а брюмастер Кэрри, или как это вообще, или мидер, ведь есть уже Дарксир. Вот это вообще, конечно, очень интересный драфт, куда они сейчас этого брюмастера поставят. Костабили играет же на первой позиции, Джаггер это первая, Фодиер на второй играет, если сейчас брюмастер возьмет брюмастер, то, соответственно, он в миддл пойдет. Ага, Клок в миддл. О боже, это, это Дарксир пятой позиции, четверка Вичдоктор, тройка брюмастер, двойка Клокверк и Джаггер Мород. Это не велосипед даже, я даже не знаю, это какой-то спортбайк они придумали сейчас. Ну, давай попробуем разобраться, это вообще может как-то сработать, или... Ну, вообще не работает это. Я не знаю. Ну, вообще это полное какое-то, мне кажется, они сами себя запутали, или может быть... Я не знаю, ну, нет, это так не должно работать. Они просто, знаешь, чего испугались? То, что... Почему они сейчас брюмпикнули? Они испугались то, что Дарксир совсем не сможет стоять в этом оффлейне, как раз, ну, за счет наличия Оракла. И решили туда поставить другого оффлейнера, а Дарксира поставить типа в лес, пускай стоит в лесу, там получает какие-то ла-ла-ла, фармит. Ну, знаете, такой паб-паб вот этот. Берут вот этих Райт Кингов непонятных, которые там ходят в леса, да, и выигрывают там каждую вторую катку. Я там видел даже, кто-то в Твиттере скидывал вот этот... Кто там против Райт Кинга, вот, посмотрите на мои там выигрыши, там на 4-5 КММР, вот, и у него там 20 из 20 зеленого. Вот, и тут типа то же самое. Ну, бразильцы вот эти, которые приехали, которые вот не понимают, что не работают в лес. Не работают такие герои на 5-й позиции. В итоге подфапнили все-таки Брюмастера и Клокверка, но это не суть, важно. Все равно я не верю. Ну, посмотрите на этих героев. Ну, 3 милишника, 3 милишника против ДП, с одним... 4 милишника против ДП, с ранжевиком, против того же Вайда. Это всем нужно быть вместе, рядышком. Хроносфера будет по всем, с комбинацией с Элдер Титана. Ну, нет. Нету фокуса какого-то жесткого. Оракл будет спасать это все. Ну, я не вижу силы. Нету баланса, нету баланса. Испорчены очень 3-4-5-я позиции. Ты не знаешь, кто куда пойдет. Кто-то из них, соответственно, если пойдет, кто будет играть в 5-й позиции, а в 5-й позиции играет Теоликор, да? Соответственно, Дарксир будет без всего. В лесу стоять он не сможет. Я не знаю, как там. На лайне они будут, может, пытаться как-то гонять, там быстро где-то получат релевел. Ну, не знаю. Может быть, какие-то у них идеи есть жесткие прям. Может быть, сейчас они там что-то с оффлейном сделают. Там дабла пойдет, да? Помнишь, как... Команда Кингвин, у нее новая такая стратегия появилась. Они играют... У них нет оффлейнера. У них есть 2 оффлейнера. У них есть... Они играют 3,5 на 3,5 позицию. Они берут туда, образно, бремастеры, берут пака. И бремастер идет полным, с полным запаком итемов. И пак идет тоже там с мулталисманом и танго. Вот. И просто стоят там и по максимуму оттуда выжимают как раз-таки... Ну, господи, пространство для своей команды. И сыграет с одним суппортом. Может, здесь будет абсолютно то же самое. Может быть, сейчас пойдет DarkServe в оффлейн. С ним вместе пойдет бремастер в этот оффлейн. И... Ну, нет. Походу, все-таки они так не решили. Все-таки Клок будет бегать и бремастер будет... Бремастер в мире, Клок бегает. И весь Доктор бегает. Знаешь, это называется... А вы, друзья, как не садитесь, все у музыканта не годитесь. Про этот пик можно сказать, потому что... Ну, этот бремастер, он как ни крути, он получается немного лишним. В итоге все равно Darkseer... То есть они пытались от этого уйти, судя по нашим рассуждениям. Мне кажется, твои рассуждения в этом плане довольно логичны. Но они пытались от этого уйти, а все равно Darkseer сейчас будет против Орекла терпеть. Да. Да-да-да. Ну, сейчас мы увидим. Ближайшие вот буквально 3 минуты игры, как это все будет происходить. Мне кажется, даже меньше. Да, ну, интересно, безусловно. Кто будет выпадать? За бремастером SoloMid. Вообще, конечно, если этот герой каким-то образом доживет до 25-го, то действительно он может создать некоторые проблемы за счет постоянного сплитпуша. Вот. Но мы такого видим, такое достаточно редко. Посмотрим, как он вначале себя покажет. Пока что мы видим, что Лепоса на Darkseer идет на топ. Вставляет в Фудиеру 3-ру. Три руны заберут у нас бразильцы. Три руны, бразильцы. Три руны заберут у нас Вичи Гейминг. Ходер как раз все возьмет две. Подблочит ему крипов Клокверк. Хорошо должен подблочить сейчас, потому что против него там Ланем вообще решил не заморачиваться. Но говорит, а, пускай идут. Лепоса пошел выводить крипов. Тут уже Ланем. Станчик. Сейчас можно ловить его. Будут ловить. В общем, можно убивать, на самом деле. Попробовать убить. Потому что сейчас подойдет еще раз Фенрир. С ручки его Ланем сейчас накрутит. Сейчас будет вот, уже накручивает. И этот фестбат может быть. Ну, собственно, о чем шла речь. О том, как Oracle контрит Darkseer. Хотя, на самом деле, мы даже не увидели этого. Он даже ничего не прокачал. Да, тут Darkseer даже ничего не прокачал. Если он службы закачал, то он бы... Так, на нижней линии, тем временем, Тинни, Blade Fury. Тинни попытаются сейчас спасти. Eldra Titan топает. Вич Доктор оказывается в стане. И действительно спасают. Хотя, в любом случае, Тинни уходил. Вич Доктор его вряд ли бы смог добить. Но, в общем, на нижней линии более-менее. Брюмастер на центральной линии. 4-1. Пока что неплохое начало. И здесь, конечно, Фудиер должен показывать силу нам этого героя. Он бы светофорик себе принес. И как раз очень хорошо добивает крипов под Тауэром. И, в принципе, у ДП с ее атакой там... Можно ее спокойно перенимать. Все-таки это милишный герой. Плюс 24 урона ему дает. Да, это существенно. Ну и вот этот вот Крит, который периодически работает. Который работает, если долго не бьешь. Удобно крипчиков добивать. Который наверняка работает, если долго не бьешь. Ну, пока что мы видим, что у Войда, Брюмастера, Доспрофита и Тинни все неплохо. Джаггер чуть отстает. Ой, какие каски хорошие залетели. Очень хорошие каски. Маледикт. И, скорее всего, здесь Иоанн Голован должен будет погибнуть. Еще два тика. Не факт. Не факт. Не факт. Не факт. Да, выживет. Выживет. Не факт. Очень много ему регенит танго. Поздноватый Маледикт зашел. Вот если бы он зашел с самого начала, то, конечно, погиб бы. На первый тик Маледикт ты должен вписать, попытаться вписать максимум количества дамеджа, чтобы как раз он прошел. Потому что все-таки это первый Маледикт. На такого Тинни он хаповый уже персонаж, я помню, 900 хп. На втором уровне. В миде перетягиваются у нас Клокверк. Харасит Дэс Профит. Выжигает немного маны. Здесь Брюмастер кидает пиво. Вообще, конечно, под пивом добивать крипов будет непросто. Достаточно. Непросто, да. Но все равно она 10 уже добила. Неплохо. Смотрится. Трудно будет вообще ДП эту гангать. Потому что у нее есть стики. У нее есть этот сифон. Милишники, которые будут пытаться на нее напасть. Плюс какой-нибудь Ланэм всегда телепортнется. Вот, в спину попытается обойти. На хостах. Надо ломать. Ломать здесь просто. Ой, Курьер. Здравствуйте. Ой, летающий стал. Как в тайминг. Господи. Просто как невезет здесь сейчас ребятам из СГ. Это была ошибка от Вичи Гейминг. Курьер полетел буквально вот. 3.00 наступило в тот момент, когда у Курьера практически уже не было хп. Он даже остался накоцанный. Жестко. Ну, это было бы красиво, конечно. Если бы сейчас убили Курьера, то вернули бы себе всю экономику, все отставание. Тем временем, Липоса фармит у нас нейтралов. И ему сейчас Оракл может передать привет. Но нет, Липоса у нас очень хорошо ушел. Хотя ничего не видел. Но догадывался, что Оракл может быть сверху. В итоге пока что Дарксиру, конечно, тяжеловато. Да у нас СГ просто все линии проигрывают. Сверху Оракл хорошо зонит этого Дарксира. Он туда не может прийти вообще, стоять там. Ну, соответственно, да, о чем был разговор. Папарацци там в соло стоит. Пятый уровень, 25 на 17. В миде вот такая ситуация происходит. Да, Ланэм умирает. На миде Брюмастер тоже особо не круто стоит. Ну, немножко выигрывает, но хватит для этого, это большой вопрос. Конечно, очень большой вопрос, как вообще, что и как с Дарксиром здесь будут комбинировать. Потому что какой-то комбинации хорошей под Дарксира не видно, прямо скажем. Брюмастер, четвертый уровень. Выходит на него Фенрир вместе с Ланэмом. Но успевает он заметить все это безобразие. Спокойно уходит. Да, приходит ему здесь Боттл, есть Фласка. Короче, все будет нормально. Сейчас захилиться Флаской. А я на спину два. Да, наилавровый выход. Второй Маледикт, и тут, скорее всего, будет смерть. Выкидывает отличную основу. Не должно судно уходить. Да, все-таки второй Маледикт. Газка работает. Только у кого-то дайвер. Смерть. Забирается. Бардиня. Вот этот персонаж мне очень нравится. Вот это выпал из игры. О, все, он мертвый. Вот. Дарксира не будет. Дарксир, если вот такая игра идет у Дарксира, он в игру просто не входит. Его сейчас еще и убьют. Скорее всего, нет, не убьют. Он, конечно, на Сурже убежит. Или нет? Убежит, убежит. На Сурже. На чем-то не сделает. Да, даже не на Сурже. Даже так убежит. Даже не надо было убегать. В итоге обновляет щитки. Ну, на самом деле, продолжает фармить леса, хотя его постоянно здесь будут давить. Нужно как-то помочь этому Дарксиру перетягивать сюда Клокверк для этих целей. Ну, а начинает уже Папарацци потихоньку поддавливать вышку. Еще один телепорт. Закрывают Элдер Титана. Подходит Папарацци. У Папарацци есть хроносфера. Залетают касочки. Очень неплохие касочки залетают. И здесь, как не кстати, подошел Папарацци к своему тиммейту. Каск отскочил лишний раз. В итоге теряют одного. Папарацци решил хрон не ставить. Оракл сейчас тоже может погибнуть. Он не может погибнуть. Он совершенно точно погибнет. Еще и Ори сюда приходит. Ну, включает ультимейт. Хроносфера. Хроносфера на этого Дарксира это, можно сказать, не самая лучшая трата, если он особенно выживет. Он разворачивается для того, чтобы дать щиток. Боже мой, что творят вещи гейминга? Они просто разваливаются здесь. Они просто фидят. Что это было сейчас? Дарксира, у которого все было максимально плохо, он явно не стоил таких усилий. И особенно отдавать за него еще и деспрофит. И ульт деспрофит отдавать. Это просто фидфайс произошел. Они хотели зайти сюда Тауэр забрать. Как-то неудачно он с Папарацци поставил эту хроносферу. Еще и Тауэр задинаили. И пульт ДП отдали. И хроносферу отдали. В общем. Все максимально плохо делают пока что вичи гейминг. Несмотря на свой драфт, который выглядит лучше. Вот начало было более-менее. Но то, что они сейчас сделали, это просто без комментариев. Их спасает только то, что еще достаточно ранние минуты. Брюмастер есть шестой уровень и может врываться на Ори. Знает, что у него нет ультимейта. Но играет Фудеер аккуратно. Понимая, что в общем-то здесь под вышкой будет крайне тяжело забрать. Оракл на чеку. Наверняка. Тут такая ситуация на самом деле, что уже хороший заделся. Омни слэш пошел и как же хорошо прокает Омни слэш. Очень удачно для джиггернаутов. Крипа не уходит ни одного удара. Возможно, райд кликал. Это, как мы знаем, помогает немножечко. И Тини также забирают. 6-2 SG. Ну, выжимают из своего пика. Прямо максимум стараются. Да это на ошибках просто Вичи Гейминг. Они играют именно вот эти загулы. Все равно Вичи Гейминг все равно 1000 голды выигрывает. У них вон, у них 3, 2 топов нетворца. Это вот сейчас джиггернаут еще сделал килл. А так было 3 вообще топов нетворца. Реггер хоть вышел на эту фольгу. Клокверка находят. Выкидывают его на Элдер Титана. Но... А такая ли хорошая это была мысль? Потому что Янг Элевен сейчас получает под Маледиктом очень много урона. Еще Критуля прокает. Но... Оракл как же вовремя. Он просто кидает неуязвимость. И кажется Янг Гейминг все равно может погибнуть. Да. Неуязвимость от магии не помогла. Потому что время действия слишком короткое. В итоге Тинни разменен на Клокверка. Это еще одна ошибка. Опять же выходить за этим Клокверком того не стоило. Еще и перетянули сюда нескольких персонажей. В то время как SG изначально находились большим числом. Ну, большая проблема это на топе. Конечно же. Потому что... Darkseer. И Void. Void, Void. Просто может... Соло эту игру выигрышу. Сейчас Battle Fury будет собираться. Уже персиверен себе. Приобретают скоро. Остается только Demon Age купить. Я вчера смотрел КС. И я слышал что там есть ставка такая. Сгорит ли кто-то на коктейле Молотова в раунде. И вот одна из команд нам вчера подарила огромное количество. У нас возможно сейчас на 10 фрагов, насколько я знаю, есть ставки. И возможно подъедет. Потому что 7-3 счет. Джиггернаута могут здесь забрать. Каски залетают. Очень неплохие. Джиггернаут все еще жив. Есть 12 стиков. Не прожимает 12 стиков. Решил сэкономить немножечко. Счет становится 7-4. Но это минус 2 ультимейта. Минус Хроносфера. Минус ультимейт Деспрофит. Ну я думаю на Джиггернаута ничего страшного. Плюс еще ультимейт будет ДП работать. С которым они выйдут на тавер. Тоже будет ломать. Пытается быстро играть у нас в Вичи Гейминг. Понимает свою силу. Сила своего драфта. То, что с ними драться не могут. Как раз при их ультимейтах. И спокойно как раз выходит. Так вот делают такие выходы. Сверху за Тинни. Тинни выкидывает очень хорошо. Брюмастер. У нас залетает ракета. Тинни все еще видно. Тинни пытается здесь. Видит двух героев. Не знает, что с ними делать. Еще одного выкидывает. Можно сейчас проесть дерево еще там. И побегать еще. Помансовать. И подождать телепорта. И уже здесь Ланэм. И так уже не хочется за ним идти на самом деле. Еще выкинуть одного. И еще раз выкидывает. Какая жесть. Какая грязь. Какая жесть. Мана заканчивается. Есть Солринг и Стики. Летит сюда Оракл. Тем временем у Ланэма проблемы. Приходит Оракл. Помогает ему. Брюмастер ультует. Минус Липоса. На. Янг Левен здесь выжил из этой ситуации. Он все мансует и мансует. Абсолютно все. Продолжает жить. Но Брюмастер конечно сейчас будет. Еще один камень полетит. Хотя не добьет. Там Стики будут. И он сейчас выкинет просто. Так. Брюмастер. ХП довольно мало. Нужно наверное жать Стики. Вот они Стики. То есть Доктор. Пошли Каски. Но Каски залетают во второй спелл. Да. Слишком много времени бразильцы здесь тратят. Их Тинни обвел вокруг пальца. Очень хорошая игра сейчас была. Янг Левен просто великолепно играл. Просто эти тосы сейчас вылетали. Но это милишники. Милишники. Которым нужно подходить вплотную. Нету ранжевых персонажей. Которые будут стрелять. Тинни. Ты подходишь. Пытаешься сделать клап. Он тебя выкидывает. Ты подходишь. Пытаешься сделать клап. Он тебя выкидывает. Ты сильный, но легкий. Отправляет одного за другим. Вот этих неприятных милишников. Которым действительно не хочется подходить. Ни к Дарксиру. Ни к Брюмастеру. Ни к Локверку вплотную. Но Тинни с этим разбирается великолепно. 20 к урону берет Войт. 5200 у него. 4400 у Ория. Несмотря на не самое удачное начало. 400 у Джиггернаут имеет. Довольно мало при этом. 3900 Тинни. Брюмастер идет только после Тинни. Дарксир идет еще и после Брюмастера. Ну, у суппортов дела более-менее. Но, конечно, 2000 отставания. Ой, сейчас попадает Хуком у нас. Клок. Вот это было. Но вряд ли забрали. Да, потому что уже четвертый уровень у нас Таймвока. Не нанесли ему бы столько дэмжа. Потому что там все-таки 1280 кп. Ты включен на силу. Да, Таймвок постоянный. Выход на Брюмастера сейчас может быть. У него нет ультимейта. Счет 7-5 на данный момент. Это важно. Тинни сверху. Как напрягает этот Утини. Его пытается напрягать. Но вот я говорил, что Утини... Нашли Клокверка. Хроносфера. Есть Хроносфера. Можно попробовать кинуть пиво. Кидают пиво. Действительно неплохо. Клокверк все еще жив. Клокверка забирает Оракл. Пошли Каски. Ну, Каски довольно кривые. Брюмастера все еще нет ультимейта. Вичкеминг не в самой удачной позиции. Приходит сюда Джаггернаут. У него все еще первая ульта. Этого маловато. Ульта Дес Профит. У Оракла также есть ультимейт. И, ну, тут вообще Бладфьюри... Бладфьюри не будет работать. Просто нечем драться. Да. У СГ. Просто не могут они подраться. Им нужно как-то все кинуть. Нужно и Брюмастеру Даггер, и Дарксиру левел, чтобы там стянуло. У него первый левел вакуум. Он сейчас наверняка побежит под этот вакуум. Пытаться на кого-то напасть. Каски. Хукшот вот только-только открутился. Может там кого-то залетит. Нет. Ну, вообще... Трудно, очень трудно. Вообще, это была драка в прямом смысле практически ни за что. Потому что все, что произошло в этой драке, это убили только Клокверка. Даже вышку не смогли забрать. Не так плохо для СГ, учитывая, что у них ультимейтов не было. А сейчас у них есть и Праймал Сплит, и Хукшот. Им просто инициировать без Праймал Сплита и Хукшота, ну, вообще никак. Только Каски, ведь Доктор кидает, и там как пойдет. Но это, конечно, смешно рассчитывать на это. Против серьезной команды. На миде. Готовится паразм напасть, но Хроносфера еще кулдаун на 60 секунд. В смоке, не, не в смоке, даже без смока просто у нас уходит вич и гейминг. Сайланс. Ну, вот тут как-то такой, в общем-то, ни одни, ни другие не могут убить, потому что нету Хроносферы. Паразм не взять. Да, есть Таймволк, и Маледикт не будет работать. Ультимейт Джиггернаута только первый. Сейчас срок разобьют. Что тут происходит? Хилинвард стоит, кстати, неплохой. Сайланс. Залетает камень. Брюмастер ультанул. Дэс Профит. Отличный ультимейт от Оракла. Но хватит ли этого? Дэс Профит продолжает подхиливаться. Залетают Каски. Да, Дэс Профит вряд ли убьют. Скорее всего восстановят себе фулл ХП. Так и происходит. За Джиггернаутом погоня от Воида. Тинни врывается в Вичдоктор. Но Вичдоктор все еще жив. Одного удара не хватает. Ставится Коги. Какой-то хаос происходит. Хроносфера только через 14 секунд. Липоса. Ускоряется. И скорее всего уйдет. Хотя Тинни попытается его выкинуть. Нет, выкинуть не удастся. Стоит Варт. Видит убегающего Джиггернаута. Джиггернаута тоже не взять. Видит Фудиера. Фудиера попадает в станчик. Подходит Тинни. Но у Фудиера должны забирать. Ставится Хроносфера. Потому что уже кого-то надо было убить в этой драке. Ну, мидер разобрали. Сравняли счет. 7-7. 5 тысяч преимущества. Ну, тут Вичи Гейминг просто будет наращивать. Они сколько бы тут не Фиддель, они все равно сильнее. Они сильнее только за счет своих персонажей. Сильнее на голову. Ничего не могут противопоставить SG своими героями. Им нужен огромный левелайм. Нужны начальные итемы. Им нужен был хороший очень старт. У них этого всего не было. Им нужно что-то, что справится с Death Profit под Ораклом. Вот уже на данный момент. Потому что она практически неуязвимая под ее ультимейтем. И то же самое касается, в принципе, и Войда. Учитывая его таймволк. Не хватает критических дизейблов. Воет еще и выносит себе БФ. Это начало-конца. Ну, просто герой становится неубиваемым. На панду. Нападение. Сифон. Минус. Это тиние. На Оракл накидывает ультимейт. На Войда, на ДП и все. Герои неувеземы. Просто нереально убить. В одной Иул еще есть плюс ко всему. Там можно от ульты джиггернаут какой-нибудь уйти. У другого таймвок. В принципе, от всего можно уйти. В общем. Баттлфюри уже папарацци. 15 минуты. 16 минуты. Сейчас будет фарм. В бешеных темпах. Ускорен. Да, при том, не делает себе Баттлфурия. Кастабиля он делает Санжиньяшу. И он будет уступать значительно по фарму. Ну, потому что, опять же, Баттлфурия, даже если он его сделает, а толку от этого Баттлфурия, тебе не дадут с ним нигде фармить. Вот не хватает банально персонажа типа Тинни, который из блинка мог бы ворваться и кого-то выкинуть, там, что-то сделать. Дарксиру пока очень тяжело у него. Только Доминатор. Ну, это то, о чем мы и говорили изначально. С таким началом Дарксир здесь ничего не сделает. Да, бурста, так называемого. Бурста, да. Ну, и шесть. Жили с оформить, не стесняюсь. Ну, чё, пацаны, ставка на десять килов. Почти, почти заехал, но, кажется... Десять килов, может, и будет, но... Подожди, у кого-то, для кого-то это очень важно. Понятно, что с игрой тут всё... Для тебя? Нет, для меня не важно. Я даже не знаю, какие там вообще... Насколько было выгодно. Но я подозреваю, что очень выгодно, потому что SG, ну... Они... Я видел новость на Сиберспорт, что признаны главными аутсайдерами этого турнира. То есть там фавориты Liquid, потом Secret, потом VP по коэффициентам. И SG самое последнее место. Видят Фенрира. Ну что, поехали. Оракла закрывают. Оракл накидает на себя на второй спелл. Деспрофт поднимает вьюл, папарацци. Неплохо дизейблит. Вообще, джиггернаут может сейчас добить Тинни. И Тинни... Тинни получает фолспровиз на последних китах. О, боже мой. Что происходит? Тинни живёт. Ставится хроносфера краешком на джиггернаута. Ну, это... Да, это Вичи Гейминг, друзья. Как было близко. Фенрир просто затащил. Ну и Тинни в итоге разваливает. Минус 4. 10 киллов не будет. 7.30, да, сейчас будет. Ну, после такого уже понятно. 10 тысяч с таким пиком выиграть нереально тяжело. На мой взгляд, у бразильцев, причём... Они играют-то в принципе не так плохо, но они пикнули просто... Миндрафт хороший бы. Нужно. Да, им нужно хорошо. Мы начинали ещё как раз на том самом киевском мейджоре советовать то, что... Ребят, вы когда играете, вот вы приехали сейчас, да, на международную дота-сцену, у вас нет никакого опыта. Играйте в своих любимых персонажей, там, или в какой-то дефолт определённый, да. Возможно, это и есть их любимые персонажи. Нет. Ну, да, нет. Персонажи любимые, но хотя бы сбалансировать их нужно, чтобы это получился какой-то там... Такой плюс-минус драфт с хорошими нюками, чтобы ты бегал, дрался, убивал. Ну, как они там, секретов тех же обыгрывали. С ЕГЭ там на равных дрались. Вот, акаден начинает что-то кольцо какое-то придумывать, вот это, пытаться там какой-то стратегии реализовать. Не, на данный момент их этапа становления команды, и это не работает. Даже, нужно сейчас вообще на Рошана выйдут. Так, ну, я не стесняюсь. Под медальку у ДП уже Солар Крест. Рошан будет очень быстро падать. Солар Крест хороший артефакт здесь, многих работает. Отличный артефакт. Вообще хороший артефакт, почти в любой ситуации найдется ему применение. Забирают Рошана, уводят, подбирает Аегис, сразу растэпэшиваются. А, там сверху Джаггернаут. И он успевает уйти. Вышка, правда, дымается к его сожалению. Он здесь ради нее остался. Проплатил папарацци баш? Да. Хотя мог. Мог и проплатить. Ну, тут и так, в общем-то, нормально. 7-12, 12 тысяч перевеса. Мы понимаем в этот момент, что Planet Dog, в принципе, еще была неплохая игра. Я пытаюсь просто представить какую-то комбинацию, которая не даст геймченджера какого-то, не знаю. То есть, будь хотя бы здесь вместо любого героя Энигму, можно было себе представить, как пятеро игроев Вич и Гейминг стоят в Блэк Воле. А здесь даже представить. Ни одного персонажа нет. Ты просто идешь и рассыпаешься. Потому что ты герой. Шлак. В совокупности. Ну, в совокупности, да. Ведь сам по себе бремастер мог очень неплохо зайти, как и Дарксир. Но вот им явно не хватает сейчас хорошего, качественного мидера и хорошего инициатора. Вместо жадноватого Дарксира. Бремастер отличный персонаж. Классный герой. Вот же его вообще фестпиком там берут, да? Кто там? Вичдоктор тоже хороший персонаж. Ну, Джиггернаут хороший керри. Ну, Клокверк там, его на Роуминг там чуть ли не там не каждая вторая команда забирает. Но все равно, когда у тебя там на Дарксиро такой стоит... Ну, да не, короче. Я жду, пока эта игра закончится. Просто провалились по драфту из-за. Ждем. Ждем, а закончится она может достаточно быстро. Тут буквально одна драка, возможно, остается, потому что тер-2 вышек внезапно нет. Дабл дэмэдж у Войда. Ну, пытаются сплитить. В общем-то, мы понимаем, что они изначально хотели сплитить. Бремастера чуть-чуть не хватает до второго ультимейта. И 20 секунд не хватает до кулдауна телепорта. Ну... Даггер спину будет уходить. Бремастер, даггер есть. Есть даггер, но ему... У него кулдаун телепорта 10 секунд. У него чуть-чуть кулдауна, и ему нужен 12-й. 12-й есть. 10 секунд. 10 секунд еще продержится. Но нужно еще немножко... А, вот так вот. Ну... Да, надо лететь на базу. Потом регенить ману. Это еще 10 секунд. Что-то как-то пошло не то. Отличная хроносфера. Джаггернаут успевает использовать Блэйдфьюри. Вещдоктор тоже живет. В принципе, не так плохо. Как же папарацци пробивают? Папарацци моментально складывается. Бремастер ультует. Пока что отбиваются неплохо. Забирают Оракла. Войт. Войт уходит. Деспрофит поднимает себя в юл. Что дальше? Папарацци пошел байбэк от Оракла. В этот момент погибает Тинни. Ставится стенка. Папарацци отсюда уходит. Но вот уйдет ли отсюда Ория? У него есть юл. Поднимает себя в юл. Тут же диспал. Бремастер. Камень пошел. Джаггернаут один против двоих. Нет, этого он явно не вывезет. По бремастеру пытается попасть в Войт, но не может попасть. Наступает в стенку. Ой, как повернулся Джаггернаут. Это ошибка. Фенрир его добивает после байбэка. Конечно, Пашу-то сработал хороший. С первого удара. Как нужно. Ну и что? И по идее нужно бы как-то подраться. Потому что у соперника уже ничего не осталось. Но и у СГ ничего не осталось. Как не прискорбно это звучит. И Оракл, конечно, очень правильно байбэкнулся. Его здесь очень не хватало. В итоге забирают сейчас Клокверка. Клокверк байбэкается. Падает барак на миде. Да, папарацци не убиваем на своем воиде. Сайлент на Клокверка. Клокверк таунтит. Неплохой байбэк. Только должен догнать. Да, должен догнать. Все-таки манты стайл у него есть. Он сидит хороший. Знает. Оракл не боится вообще. У него не Оракл, а Фейслос Войт не боится вообще. Потому что знает, что под ним стоит Оракл. Всегда его подсейвят, подхилят. Верят Фенриро. Что этот парень кнопки нажмет. Да. Ну и, в общем-то, все уходят отсюда. Мида нет. Преимущество 15 тысяч. Можно ждать и вторую сторону идти ломать. Крайне не привезло. Здесь СДЖИМ. С таймингами. Не хватило им буквально чуть-чуть, чтобы... Хотя, в принципе, они успели ведь с барак подраться. Им не хватило по итогам даже не времени. Им не хватило просто дэмэджа. И дизейблов. Опять же, что-то еще на воида. Что-то еще, чтобы он не смог уйти. В теории, это можно будет решить хорошими артефактами, типа хиксов. Но это тоже все достаточно дорого. Грейвзи делает Дарксир. 12 уровень, опять же, имеется. Но нету второй стенки. Сейчас не принято. Помню, раньше, когда стенка длилась на первом уровне, там, 15 секунд, что ли. Обязательно всегда вкачивали вторую. Ну, сейчас... 15, 30, 45. А сейчас везде 45. А раньше там была она на каждой минуте, по-моему... Нет, по-моему... Раньше она была 15, 30, 45. А сейчас... Нет, нет, она раньше была 45, а потом опять... Потом сделали по 15, 30, 45, а потом опять на 45 вернули. Так, по-моему, было. Потому что, да, там имбалансная очень стенка была. Да, стенка имбалансная была. И аганим имбалансный был. Аганим это я вообще помню. Вот я как раз помню одну из игр Na'Vi еще в 2012 году. Когда не могли никак закончить, но просто Дарксир купил аганим. И это было так смешно, потому что просто ставил стенку перед вражеской базой. Все через нее бегали и разваливали. Ну, иллюзии из своих, из чужих. Просто иллюзия, которая бьет по 130% урона, допустим, с Луной. Из своих персонажей. Ну, Луны тогда еще не было, кстати говоря. Ну, просто Готом из Луны какой-нибудь. Ну да, это все решили пофиксить. В итоге у нас нету двух суппортов. Внезапно начинается пуш, к которому абсолютно не готова SG. Ну, сейчас вот выйдут суппорты, и, возможно, что-то получится. Смотрим. Дарксир сейчас будет прыгать. Вакуум-стенка, кулдаун, калинка. Три секунды. Да, уже можно и не прыгать. Не в кого прыгать уже. Да, вот это катка. Только голем вносит импакт, который сплит пушит. Клокверк попадает в Оракла. Оракла попробуют забрать. У него нету байбэка. Не знаю, важно ли это, но он еще кидает на себя Фолст Промис. Да, правильно, кидает на себя Фолст Промис, потому что еще очень долго будет возрождаться. И, скорее всего, Фолст Промис откатит. Ну, конечно... Да, идеально. По таймингу. Идеально. Все сделал очень хорошо. Голем тем временем разложился на двух. Начал сплит пушить и бить Тер-3 вышку. Но этого, конечно, маловато. Папарацци вниз отправляется. Открутилась как раз хроносфера. До Оракла будет 40 секунд, пока как раз нижнюю линию подпушат. Оракл уже появится, подтянется туда. Вот делает себе МКБ. Вот здесь МКБ абсолютно четко обусловлено наличием Брюмастера. Тут понятно зачем. Успевает поставить хрона. МКБ еще нет. Но, кажется, и без МКБ урона влетает неплохо. Джиггернаут успевает вытянуть под Сайленсом. И не успевает ультануть. Воид в итоге восстанавливает себя с помощью Тайм-Волка. ХП еще под Маледиктом. Один тик остается, может погибнуть. Да, погибает Воид. Размен пока что не такой плохой. Пытается сделать ТП Дарксир. Но и Дарксир погибает. Очень классно. По иллюзии ловят у нас Ланэм. Просто не дают уйти у нас отсюда. Примастер, ну, джигг. Ультра Килатори. ГГ. Пишет Лепосом. И это 1-0. И 1-1 фрагов, заметь. 1-1 фрагов, да, они сделали. Но сделали... 1-1 фрагов сделал больше 10, то есть. И можешь, кстати, в ГГ, как бы изобретать свои деньги. Нет, там смысл именно в том, кто сделает первый 10 фрагов. Насколько я знаю. Поэтому Дота решила у меня просто закрыться. Одну секунду. Попытаюсь вернуться и посмотреть на статистику. Дота не захотела смотреть. Хотя, в принципе, что смотреть. Здесь все достаточно понятно. Были проиграны пики. Два героя формальный, третий.